друзья всем привет сейчас я покажу вам интерфейс системы find by когда мы авторизуемся в системе первая страница которую мы видим это вкладка directory здесь на этой вкладке располагается основная информация обычно о компании о сервере о владельце этого сервера на центральном экране здесь можно разместить свой корпоративный сайт свой портал это работает как полноценная ссылка то есть как полноценный сайт здесь все кликабельно здесь можно подставить какую-то авторизацию какую-то информацию основные разделы в системе find by располагаются на левой панели здесь мы видим вкладку directory в которой мы сейчас находимся далее есть вкладка дашборд это там располагаются все наши дашборды которые у нас находятся в разработке далее вкладка data preparation это вкладка где мы готовим данные для последующих визуализаций мы там их подтягиваем как-то трансформируем соединяем между собой и вкладка manage в основном она для администратора сервера там мы можем подключить новые базы данных можем настроить различные задачи на обновление данных какие-то алерты и так далее давайте подробнее по каждой вкладке сейчас пройдемся в принципе вкладка директоре это то что видит пользователь например аналитик то есть не разработчик тот кто заходит в систему чтобы анализировать соответственно данные он попадает на вот этот хомпейдж здесь он может выбрать доступные ему соответственно директории вкладки где лежат дашборды вот например у нас есть вкладка для демонстрации и здесь можно открыть например доступный дашборд далее идет вкладка дешборд это те дашборды которые находятся у пользователя разработчика соответственно в разработке то есть здесь можно настраивать различные иерархии с помощью папок и создавать конкретные сущности дашборды внутри них можно разрабатывать визуализации и все это компоновать в отчетность далее у нас идет вкладка data preparation где соответственно мы можем подтягивать данные с различных источников где мы можем соответственно рассчитывать новые столбцы то есть обогащать данные потом новым формулам и мы можем например джойнить файлы с разных источников тем самым собирая датасеты для последующего анализа для последующего построения дашбордов здесь все также организовано иерархично то есть здесь есть большие вкладки здесь есть папки внутри папок можно создавать под папки то есть настраивать любую иерархию для удобства работ далее идет вкладка manage которая как я уже сказал более предназначена для администраторов сервера здесь мы можем тонко настроить то как работает наш сервер например во вкладке user мы можем настроить какой пользователь какому департаменту относится и соответственно для различных департаментов мы можем потом во вкладке permission дать различные разрешения к различным разделам нашего сервера например региональные менеджеры будут видеть информацию только по своему региону аналитики продаж будут иметь доступ только отчетности по продажам это все настраивается во вкладке permissions также можно настроить системные настройки нашего сервера максимальное количество подключаемых одновременных пользователей там размер кашируемых данных и так далее также можно во вкладке task shadow например настроить рассылку алерты по данным и так далее во вкладке там data connection можно настраивать подключение к различным базам данных писать SQL запросы к ним формировать какие-то системные серверные дата сеты и так далее то есть здесь в этой вкладке она предназначена больше для администраторов можно тонко настроить работу сервера вот и в в или и